Ихсан. Основа духовного воспитания. Немногословие. Кто много разговаривает, много ошибается, а кто много ошибается, много грешит. Одно из величайших благ всемогущего Аллаха, человечеству, это способность говорить. Лучший способ быть благодарным за это благо, использовать его в правильных целях и хорошо говорить. Есть много пословиц, побуждающих человека следить за речью. Доброе слово человеку, что дождь в засуху. Добрым словом и бездомный богат. Слово крепче печати. От слова спасения и от слова погибель. Действительно, иногда одно слово прославляет человека, но иногда слово, не имеющее смысла, может испортить репутацию человека. В священном Коране говорится «О верующие, бойтесь Аллаха и говорите только правду». Сура Аля Азаб, аят 70. Приказав верующим быть богобоязненными, Всевышний Аллах повелел им говорить правду. Поэтому умение правильно говорить – одно из основных качеств, которым должен обладать благочестивый, богобоязненный человек. В другом аяте Корана сообщается «Нет блага в большинстве их тайных разговоров, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать добрые дела или примерять людей». Сура Ниса, аят 114. То есть каждое слово, сказанное мусульманинам, должно использоваться с определенным серьезным намерением и благой целью. Посланник Аллаха, миром и благословения, сказал «У раба не исправляется нрав до тех пор, пока не исправится вера, так же, как не исправляется сердце, пока не исправится язык». Имам Тильмизи Искренность речи мусульманина – признак его имана. Правильное слово влияет на иман в сердце и на все органы тела. Пророк миром и благословения сказал «Когда сын Адама просыпается утром, все органы тела покоряются языку, говоря «Бойся Аллаха в отношении нас, ибо поистине мы зависим от тебя. Если ты станешь придерживаться примоты, то и мы станем придерживаться примоты, а если ты отклонишься от правильного, то и мы отклонимся от правильного», передал имам Тильмизи. В священном Коране говорится «Едва он скажет слово, как тут же готовый наблюдатель». Суракав, аят 18. Всевышний Аллах назначил ангелов вести запись всего того, что скажет человек. Это сделано для того, чтобы каждый помнил об ответственности за свои слова, ведь Аллах – Всеведущий, Всезнающий. Хазрат Алида, будь довольным Аллах, сказал «Ты хозяин своих слов, пока не высказал их. Когда высказал, то уже они твои хозяева». Машхот Жусу воспевал «Язык – то место, откуда зло исходит, лишь мудрый к нему подход находит. А если всё же отпустил его ты с поводка, жди удара, ты тогда из-под тишка». Человек ответственен за каждое сказанное им слово. Что бы он ни сказал в этом мире, его спросят в будущей жизни. Беляли Банхарис Аль-Музани, да будь довольным Аллах, передал следующие слова посланника Аллаха, миром и благословения, который сказал «Поистине, иногда человек говорит нечто, что так угодно Аллаху, что не может даже и представить себе, каких пределов достигают его слова, за которые Аллах записывает его в числе тех, кому он будет благоволить до самого дня встречи с ним». И поистине, иногда человек говорит нечто, что вызывает такой гнев Аллаха, что не может даже и представить себе, каких пределов достигают его слова, за которые Аллах записывает его в числе тех, на кого он будет гневаться до самого дня встречи с ним, имам Тирмизи. Передается Атубу Хурейры, да будет довольным Аллах, что пророк миром и благословения сказал, «Поистине раб Аллаха может сказать одно слово, не придавая этому значения, за что будет катиться в огонь ада на расстояние, подобное расстоянию между Востоком и Западом». Передали имам Бухари и Муслим. Как говорится, 9 из 10 бедствий от языка. Язык — это то, что принесет много страданий в судный день. Вообще разговаривать — это из разряда разрушенных действий, джаиз. Однако пророк миром и благословения советовал следить за языком, мало говорить, так как чрезмерные разговоры могут хули, рыбат, сплетням, клевете, насмешкам, издевкам, и унижением. В хадисе, переданном Джабером ибн Абдуллой, да будь довольным Аллах, посланник Аллаха миром и благословения сказал, «Поистине, к числу самых любимых из вас для меня и тех, кто в день воскресения окажется ко мне ближе всех, относятся наиболее благонравно из вас, а самыми ненавистными для меня и теми, кто в день воскресения окажется от меня в наибольшем удалении, являются болтливые, Сар-Саруна, хвастливые, Маташа-Дикуна и разглагольствующие имам Термизи». Все три группы людей, которые будут отдалены от пророка миром и благословения в судный день и которые упомянуты в этом хадисе, все связаны одной чертой – многословием. Со слов Абдуллы ибн Умара «Да будь довольным Аллах» было передано «Кто много разговаривает, много ошибается, а кто много ошибается, много грешит, а кто много грешит, он достойно огня ада. Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день говорит благое или молчит». Имам Табарани Стоит вспомнить слова Шакарима Кудайбердулы. Прежде всего, исправьте свои слова. Ваши слова станут вашей привычкой, ваша привычка станет вашим характером, а ваш характер – вашей судьбой. Учёные Ихсана, изучающие вопрос о чистоте сердца, считают чрезмерную речь духовной болезнью. Фудейли ибн Айяда, помилует его Аллах, сказал «Две вещи ожесточают сердце. Первое – много говорить, второе – много есть». Ибраим аль-Нахайи, да смилостивится над ним Аллах, сказал «Те, кто были до вас, потерпели поражение в трёх вещах, много говорили, много ели и много спали». Ибн Абидуния, да помилует его Аллах, сказал «Признак богобоязненности в языке. Поэтому единственный способ очистить сердце от духовных пороков и достичь уровня совершенства – это воздержаться от лишних разговоров». Меньше слов – больше дел, говорят в народе. Точно так же пословицы, как «как лишнее слово в досаду вводит, язык лепечет, а голова не ведает», разъясняют вред от пустых и лишних слов. Муазь ибн Джабаль сказал «Я был в поездке с пророком. Однажды утром, когда мы ехали, я находился рядом с ним и попросил о следующем «О, посланник Аллаха, расскажи мне о деле, который позволит мне войти в рай и удалить меня от огня». В ответ пророк миром и благословения сказал «Ты попросил меня о великом деле, однако оно станет лёгким для того, кому Аллах облещет его. Поклоняйся Аллаху и ни никого не предавай ему в сотоварищи. Совершай молитву, выплачивай закат, постись во время Рамадана и совершай хаджик дому». А потом пророк миром и благословения сказал «Не указать ли тебе на врата благо? Пост является щитом. Садака гасит с собой грех, подобно тому, как вода гасит с собой огонь». И ещё молитва человека среди ночи, после чего прочитал эти аяты. «Они отрывают свои бока, поднимают тела с постели, то есть встают на ночной намаст хаджут, взывая к своему Господу со страхом и надеждой и расходуют на благие цели из того имущества, чем мы их наделили, не зная человек, какие невиданные удовольствия скрыты для них, ожидают его в раю, как воздаяние за то, что они совершали, за веру и праведные дела». Сура Асаджда, аяты 16-17. Затем пророк миром и благословения спросил, «Не указать ли тебе на главной во всём этом деле, его столпе и его вершине?» Я сказал, «Конечно, у посланника Аллаха». И он сказал, «Главным в этом деле является ислам, столпом его служит молитва, а вершина его джихад». Потом он сказал, «Не сообщить ли тебе о том, что лежит в основе всего этого?» Я сказал, «Конечно, у пророка Аллаха». И тогда он дотронулся до своего языка и сказал, «Придерживай вот это». Я спросил, «О, пророк Аллаха!» «Неужели же с нас взыщется за то, что мы говорим?» И пророк миром и благословения воскликнул. «А разве будут ввергать людей лицами в огонь за что-нибудь ещё, кроме их речей?» Вред лишних слов отражается как в этом мире, так и вином. Пустословие и неуместная речь может лишить человека уважения в обществе и лишить почёта из-за отсутствия солидности в разговоре. Более того, его слова могут нанести большой вред окружающим, и его уже будут сторониться и близкие, и родные. Вот почему казахи говорят, «Тот, кто многое говорит, потеряет либо жену, либо друга. Поэтому, чтобы избавиться от лишних слов, нужно меньше говорить или молчать». Ибн Абидуния, да помилует его Аллах, сказал, «Чтобы быть в безопасности, нужно хранить молчание и сдерживать свой язык». В народе говорят, не тот, знающий, кто многое говорит, а тот, кто говорит по делу. Следовательно, уместная речь — признак имана. Да защитит Всевышний Аллах всех нас от бесполезных слов и дарует нам быть среди рабов милости нашего Создателя в судный день. О Аллах, очисти моё сердце от лицемерия, очисти мои дела от показухи, и мой язык от вранья, и мои глаза от запретного. Воистину, только тебе ведомо коварство глаз и то, что в груди.